Добрый день, коллеги! Как всегда, мой первый вопрос. Насколько хорошо меня слышно? Пожалуйста, поставьте плюсик в чат, если слышите меня хорошо. Ну, прекрасно. Продолжение следует... Продолжение следует... Пока я хотел бы вам сделать несколько объявлений и просто показать, как делаются некоторые вещи в вебинарной комнате. Ну, во-первых, я просил бы у вас у всех в чате есть вкладочка, которая называется «Вопросы». Вот если вы будете задавать вопросы, желательно задавать их в этой вкладочке, тогда я точно их в конце вебинара или даже по ходу вебинара не забуду. А иначе вопрос может уйти наверх, и я его забуду осветить. Во-вторых, вот давайте все посмотрим на вот этот вот экран. К каждому вебинару у нас есть некоторое количество файлов и ссылок, которые вы можете использовать. Я не знаю, по умолчанию у вас включено или выключено отображение ресурсов. Если оно выключено, то включить его можно так. Вот наверху вы видите, давайте еще карандашом покажу, да, вот так вот, кнопочку в виде открытой папочки. Вот если вы на нее будете нажимать, то она будет включать или выключать через раз окно ресурсов. В этих ресурсах вы можете скачать, во-первых, сегодня можете скачать, во-первых, сегодняшнюю презентацию. Ее вы можете использовать, как пожелаете, ну, с указанием на нас, на университетскую библиотеку онлайн. О том, что, откуда вы взяли эту презентацию. Если вам необходимо провести собственный вебинар по нашей системе, то ради бога используйте ее. Это разрешается. Кроме того, в общедоступных ресурсах есть план вебинаров свеженький на сентябрь-декабрь этого года. У нас большая вебинарная программа, больше 40 вебинаров мы за вот этот осенний-зимний период вам предлагаем. Ну и две ссылочки, которые я уже приводил в самом начале чата, вы можете с ними познакомиться. Это наш профиль в Facebook и наш учебный канал в YouTube. Ну что ж, а теперь, да, сегодня наш вебинар будет проходить по такой комплектной схеме. Сегодня я вам буду показывать презентации. По некоторым темам презентации буду показывать учебные ролики, которые специально записал для библиотекарей, которые располагаются на нашем канале в YouTube. Ну а сегодня мы их вот посмотрим здесь, некоторые из них. Вот. Ну что ж, давайте тогда начнем наш вебинар и пойдем по нашей теме. Самое первое, что хотелось бы осветить, это способы регистрации и подключения пользователей к нашей электронной библиотечной системе. Ну, во-первых, регистрация позволяет получить доступ из любой точки, где есть интернет. Ну и самое главное, воспользоваться личным кабинетом и всеми сервисами, которые есть в нашей электронной библиотечной системе. Чтобы понять, какие виды регистрации есть, давайте сначала ознакомимся, какие есть уровни доступа или, как говорят специалисты по IT, роли в нашей электронной библиотечной системе. Ну, во-первых, самый главный пользователь на уровне ВУЗа – это корневой пользователь, администратор или библиотекарь. По-разному можно называть эту роль, да. Я думаю, что это вот как раз вы, то есть те люди, которые управляют всей электронной библиотечной системой в объеме вашей компетенции, то есть в объеме ВУЗа. Кроме того, существуют такие роли, как преподаватель, студент и абонент организации. Абонент организации – это почти такая же роль, как преподаватель, очень похожая. Ну, это, скажем, и не студент, и не преподаватель. В эту категорию попадают аспиранты, сотрудники вашего ВУЗа и так далее. Преподаватель имеет промежуток… Да, я совсем забыл сказать, что корневой пользователь имеет максимальные возможности в системе. У него есть в его личном кабинете максимальное количество различного функционала, вот с которым мы как раз сегодня и познакомимся. Преподаватель – это роль с промежуточными правами, у него есть часть прав корневого пользователя и все права студента, разумеется. Ну, а студент – это в основном читатель, он имеет право пользоваться электронной библиотечной системой и делать некоторые дополнительные вещи, такие как публикация своих работ, составление поисковых выборок и так далее. Вот так, я вижу, здесь уже появился один из вопросов. А, да, здесь написали «Здравствуйте». Ну, хорошо. Давайте тогда дальше пойдем. Регистрация пользователей. Да, ну, регистрация самого корневого пользователя всегда производится в ручном режиме при подписке на нашу электронную библиотечную систему. Просто вам высылается логин и пароль для корневого пользователя. Что касается остальных ролей, то регистрация может производиться разными способами. Ну, один из вариантов – это когда происходит регистрация внутри вашего ВУЗа. В этом случае это самый простой способ, когда студенты, ну, студенты как основной большой контингент, их больше всего, они прямо из стен ВУЗа регистрируются. В этом случае от пользователей системы не требуется подтверждение со стороны вас, со стороны корневого пользователя. Вводятся данные, фамилия, имя, отчество, e-mail, логин, пароль, дата рождения и так далее. И далее все автоматически этот человек подключается к системе. Единственное, что если он не студент, а преподаватель, то в этом случае требуется подтверждение от вас. Вы должны в определенном месте будете поставить галочку, и тогда он станет, получит роль преподавателя. Что же касается… да, ну, вот тут единственный момент, который надо учесть, что если это происходит регистрация под вашим руководством, надо людям говорить о том, что вот это поле e-mail, а сюда надо заносить, разумеется, какие-то реальные мейлы, потому что на этот мейл должно прийти уведомление, и окончательное подключение к системе произойдет после того, как этот человек перейдет по ссылке, которая будет прислана ему по вот этому e-mail. То есть здесь нельзя писать, какой попало e-mail, надо писать точно свой e-mail, на который ты потом сможешь ответить. Ну и если речь идет о преподавателе, надо их предупреждать, что вот здесь вот фамилии и имя отчества надо очень точно заполнять, без сокращений. Иначе те возможности, которые они получают по контролю за своим индексом цитирования, они не будут реализованы. Просто их система не поймет при интеграции с library, и данные не будут доступны. Но если же регистрация происходит удаленным способом, то есть вы позволяете своим студентам и преподавателям со своих личных компьютеров это сделать, то в таком случае им придется заполнить там пару дополнительных полей, и кроме того, каждого из них вам придется акцептовать, то есть разрешить ему пользование вашей системой. Но это производится потому, что только вы лично можете знать, этот человек является вашим легальным клиентом или нет. Ну и другой способ это регистрация через списки. Регистрация через списки самый простой способ это, например, послать нам такой список. Мы сами введем систему. Ну а еще один способ, о нем будет рассказано в ролике, когда мы дойдем до пункта управления контингентом. Ну и что ж, вот вы зарегистрировались в системе как корневой пользователь, библиотекарь, и вот какие у вас есть возможности. Ну, для начала давайте посмотрим, как вообще перейти в ваш личный кабинет. Вообще, все, что касается не чтения, не использования библиотеки, а каких-то дополнительных функций, связанных с особенностями вашего личного аккаунта, этим управляет вот этот ряд кнопочек, которые находятся в правом верхнем углу нашего сайта. На главной странице и вообще на любой странице сайта. Ну вот, самая главная кнопка здесь это мой ВУЗ, особенно для вас, она наиболее насыщена возможностями. Вот посмотрим, как это все реализовано. Вот такие вот есть, когда вы нажимаете на кнопочку мой ВУЗ, образуется вот такая вот окошечко со вкладочками и открытая вкладка мой ВУЗ. И вот такие вот есть здесь пункты меню, информация о подписке, рассылке, пользователе, показатели ЭБС, книгообеспеченность, русмарк, недоступный контент или отказы. Вот сейчас мы вот по всем этим пунктам пробежимся и кроме того посмотрим часть функций, которые есть вот здесь, точнее все функции. И вот здесь вот, где располагаются поисковые выборки. Вот, ну что ж, давайте посмотрим. Вот здесь как раз написано примерно все то, что мы сегодня будем рассматривать. И давайте по этому пункту вперед и пойдем. Информация о подписке. Ну вот, вы подписались на электронную библиотечную систему и в какой-то момент вам хочется возобновить в памяти, на что же именно вы подписались, на какие именно издания, что вам доступно, что недоступно. Эту информацию вы можете получить по вот этому пункту меню информация о подписке. Здесь появляются вот такие вот большие кнопочки, длинные, доступные разделы книг, доступные базовые коллекции, доступные коллекции по профилю ВУЗа, аудиокниги и подкасты, карты, тренажеры. И при нажатии на каждую этих кнопок появляется более подробное описание. Ну вот, например, я решил посмотреть, какие аудиокниги мне доступны. Открывается, выпадает вниз информация, вот эта вот более подробная. И каждый из этих ссылок является кликабельной и вызывает переход уже в конкретное описание данного издания. Ну вот, например, вот здесь вот так. В том же пункте информации о подписке есть информация о движении фонда. То есть о том, что случилось за определенный период. Какие книжки ушли, какие книжки новые пришли. Здесь мы вводим понятие запомненного состояния системы. Если вы ничего не делаете, то с периодичностью, если не изменяет память в две недели, состояние системы само запоминается. Я имею в виду не состояние вообще всей системы, а вашей конкретно подписки. Если же вы хотите специально запомнить текущее состояние системы, то вы нажимаете вот на эту кнопочку «Запомнить текущее состояние подписки на сегодняшний день», и оно запоминается. Зачем это надо? Вот эти вот все реперные точки, они существуют для того, чтобы можно было любую из них сопоставить с любой другой. Ну вот, например, вы выбираете какой-то самый старый период. Вот этот вот. Он переносится вот сюда. И хотите его с актуальным состоянием. С актуальным состоянием всегда можно сравнить. Для этого не надо его запоминать. Можно просто вот по умолчанию здесь стоит с актуальным состоянием. Но можно не обязательно с актуальным состоянием. Можно, например, вот с каким-то вот таким вот состоянием системы через несколько лет. Я прошу прощения, наоборот. Вот здесь внизу более старое. То есть вот это первое. А вот это второе. То есть состояние, допустим, два года назад сравнить с состоянием месяц назад. И посмотреть, какие изменения произошли. Да, ну изменения доступны в виде Excel файла. Вот на эту кнопочку вы в конце концов нажимаете. И в виде Excel файла вам поступает информация о том, что ушло и что пришло. Рассылка. Ну, такой достаточно простой пункт. Вы можете подписаться на определенные рассылки. Первая рассылка – это по тем разделам, которые вас интересуют, по разделам контента, которые вас интересуют. Вот вы просто отмечаете жирной точкой. Вот. И эта рассылочка осуществляется. Ну, и вторая рассылка, которую я вам настоятельно рекомендую сделать – это подписка на новости. Здесь вам с некоторой периодичностью поступают от нас новости. Они, во-первых, в более расширенном виде, чем те новости, которые вы можете прочитать на нашей главной странице. Во-вторых, они не все, а только те, которые мы посчитали более важными для вас. Чтобы быть всегда в курсе того, что у нас творится, я вам рекомендую очень подписаться на эту рассылочку. Ну, а вот теперь поговорим о пользователях. Это или по-другому управление контингентом, можно сказать. Это такой функционал достаточно расширенный. По этому поводу я сейчас вам продемонстрирую. Вместо вот этих вот пунктов, которые можно показать в презентации, я вам лучше покажу ролик, который более подробно описывает данный вопрос. Итак, во время ролика я из эфира ухожу, но остаюсь в чате, чтобы вам не мешать. Остаюсь в чате. Если возникают вопросы, можете прямо по ходу дела их задавать. Итак, начинаем просмотр ролика. Добрый день, уважаемые друзья. Меня зовут Павел Калинников. И мы с вами продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом университетской библиотеки онлайн. Сегодня мы с вами рассмотрим функционал библиотекаря, который называется «Пользователи» или «Работа с контингентом». Для того, чтобы перейти к этому сервису, мы должны войти в личный кабинет. Для этого нажмем одну из синих кнопочек, которая располагается в правом верхнем углу сайта. Нажмем на кнопочку «Мой ВУЗ», чтобы оказаться сразу в нужной вкладке. При нажатии на кнопочку «Мой ВУЗ» снизу открывается пространство, которое управляется верхним рядом вкладочек и в каждом из них вертикальном меню. Во вкладке «Мой ВУЗ» в вертикальном меню находим пункт меню, который называется «Пользователи». При нажатии на этот пункт меню высвечивается табличка со списком всех пользователей, которые уже были введены в систему. Давайте вкратце рассмотрим функционал сервиса пользователей. Для начала посмотрим, что за таблица высветилась. Здесь высветилась таблица всех пользователей системы в том порядке, в котором они были добавлены в базу данных. Теперь мы можем изменить этот порядок. Для этого существуют вот такие вот стрелочки у каждого поля. Давайте для начала отранжируем поле ID. Вот так вот мы отранжировали от старшего к младшему, а сейчас наоборот от младшего к старшему номеру. Наверное, наиболее удобно пользоваться ранжированием по логину, e-mail. Давайте теперь отранжируем таблицу по фамилии, имени и отчеству. Ну вот табличка отранжировалась. Мы видим, что сначала идут пустые поля. Мы можем еще раз нажать и отранжировать в обратном порядке. Вот вы видите, что теперь фамилии идут с конца алфавита, в данном случае с буквы «Ш». Давайте снова отранжируем сначала алфавита и попробуем произвести повторное ранжирование по другому параметру, например, по типу пользователя. Вот при нажатии на кнопочку «Ранжирование» мы увидели, что впереди появились преподаватели только. И обращаю ваше внимание, что внутри категории преподавателей сохранилось предыдущее ранжирование, которое мы проводили. Это ранжирование по фамилии, имени и отчеству. То есть внутри всех преподавателей, а их у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, идет ранжирование по алфавиту, по фамилии, имени и отчеству. Так же происходит с любыми двумя подряд идущими ранжированиями. Предыдущее ранжирование, оно сохраняется как ранжирование второго приоритета. Ну давайте еще раз посмотрим, какие здесь есть поля. Это те же самые поля, которые существуют при добавлении нового пользователя. Ну за исключением, наверное, поля ID, которое присваивается базой данных автоматически. Что можно сделать с вот этими полями? Прямо в табличке можно отправить пользователю письмо с его параметрами доступа. Это письмо уйдет по вот этому адресу. Что мы еще можем сделать? Удалить пользователя из системы. Или редактировать параметры пользователя. Ну вот мы можем поправить фамилию, имя, логин, мейл. Или переопределить пароль. Если ничего здесь не делать, то пароль останется прежним. Если написать пароль явно, то он переопределится. Мы этого делать сейчас не будем. Простейшие операции, которые можно сделать с этой табличкой. Ну во-первых, поискать по каким-то параметрам. Например, у нас сейчас здесь всего 300 пользователей. А если бы у нас было 30 тысяч, то найти что-нибудь в этой табличке было бы достаточно проблематично. Ну и в этом случае поиск, конечно, очень сильно помогает. Ну давайте попробуем. Найдем всех пользователей с именем Павел. Да, и таким образом я хочу показать, что здесь можно вводить не полное поле, а любые подряд идущие символы из этого поля. Найдем таких пользователей. Ну вот мы видим, что нашлись два пользователя. Один из них это я. И еще один пользователь, еще один Павел Максимов. Таким образом можно вводить фильтрацию в эту табличку. Сбросим этот фильтр и снова перейдем к полной табличке. Что еще можно делать? Можно просто добавить еще одного пользователя, нажав на вот эту вот кнопочку. Здесь мы видим те самые поля, которые есть у нас в табличке. Фамилия, имя, отчество, email, логин и тип профиля, который вы должны обязательно выбрать. Это преподаватель, студент или пользователь организации. Это роли или типы профиля, которые определяют те права, которые будут доступны данному пользователю. Преподаватели и пользователи организации отличаются от студентов в основном расширенном личном кабинетном, в котором они могут производить некоторые действия, связанные с выполнением их обязанностей. Итак, ну вот самое простое мы видели. Мы можем зарегистрировать еще одного пользователя. Однако, если у вас много пользователей, вы можете воспользоваться массовыми операциями, такими как обновить или импортировать пользователей таблицей. Вот мы нажали на вкладочку, которая переводит нас в функционал загрузки таблицы. Здесь мы можем прочитать инструкцию по поводу того, как должна быть использована данная опция. Внизу этой инструкции приводятся примеры того, как эти таблички должны выглядеть. Табличка для обновления данных отличается от таблички импортных данных одним единственным полем, уже заполненным ID. Это означает, что пользователь уже существовал в системе, и его не надо вновь создавать, а надо переопределить его параметры. Чтобы не создавать такую табличку с нуля, вы можете просто скачать эту табличку по этим вот ссылочкам. Ну давайте вот скачаем пример таблички для обновления. У нас скачалась форма записи для обновления данных такого вот вида. Начиная с четвертой строки, вы можете заполнять произвольное количество строк, которые могут быть введены в электронную библиотечную систему. Эти строки не обязательно набирать вручную. Вы можете воспользоваться сведениями, которые есть, видимо, в информационной системе вашего ВУЗа. И тогда это будет достаточно просто и почти автоматически сделано. Ну, по крайней мере, некоторые поля из этой таблицы могут быть заполнены таким образом. Ну и последнее, что мы еще с вами не посмотрели, это возможность скачать весь список ваших пользователей в Excel-овскую таблицу. Давайте посмотрим, как это сделать. Для этого служит иконка рядом с обозначением количества пользователей, которые зарегистрированы в системе. Нажмем на нее. Вот файл загрузился. И давайте мы его посмотрим. Вот этот файл. Это та же самая табличка, в которой есть ID пользователя. На сей раз фамилия, имя и отчество полностью. Есть информация об учебной группе. Ну, эту возможность мы не будем сейчас рассматривать. То есть, логин, мейл, дата рождения, тип пользователя. Он может быть обозначен как студент, абонент организации или преподаватель. Сведения об активации аккаунта, о наличии доступа и о дате регистрации. То есть, тут немножко больше данных, чем в той табличке, которая высвечивается непосредственно в интерфейсе ЭБС. Ну и последнее, что я хотел бы заметить, что ваш личный аккаунт как библиотекаря в этой табличке не отображается. И править вы его не можете. Это происходит потому, что библиотекарь это пользователь с высшими правами. И аккаунт библиотекаря, он создается непосредственно администраторами электронной библиотечной системы вручную. И присваивается вам также вручную. Ну что ж, мы познакомились с сервисом пользователя в личном кабинете библиотекаря. Тема нашего ролика исчерпана. До свидания. До встречи в новых учебных роликах. Ну что ж, коллеги, продолжим нашу презентацию. Давайте пойдем дальше по нашим темам. Показатели ЭБС. Ну вот этот вот пункт тоже у нас освещен при помощи отдельного ролика. Чтобы долго не говорить, я сразу его сейчас запущу. И мы с вами посмотрим, что у нас по показателям ЭБС. Продолжение следует. Показатели ЭБС. Для этого нажмем одну из синих кнопок, расположенных в правой верхней части экрана главной страницы. Ну, можем сразу нажать на кнопочку «Мой ВУЗ». Это главная кнопка этой группы кнопок. По нажатию на эту кнопку открывается поле, в котором мы видим несколько закладок и вертикальное меню. В закладке «Мой ВУЗ» по умолчанию стоит информация о ВУЗе. А нас сейчас интересует вот этот пункт меню, который называется «Показатели ЭБС». Нажимаем на эту кнопочку. Высвечиваются показатели электронной библиотечной системы. Обращаю ваше внимание, что по сравнению с предыдущей версией ЭБС, показатели появляются достаточно быстро, через несколько секунд. Раньше эта операция требовала до минуты, иногда и больше, потому что пересчитывалась вся база. Сейчас такое действие производится только при нажатии на кнопку «Обновить». А при вызове показателей ЭБС вызывается последнее запомненное состояние. Показатели ЭБС – это список информационных характеристик системы, ряд из которых являются цифровыми, а ряд являются, условно говоря, бинарными. И описывают просто некоторые возможности, которые существуют в ЭБС. Для чего нужен этот пункт меню? Ну, во-первых, очень удобно иметь все габаритные параметры вашей системы в виде единого списка. Вот здесь он и приведен. Заранее хочу сказать, что все цифровые параметры, они обладают возможностью более подробной расшифровки в виде файла табличной формы. Например, такого, как файл Excel, файл HTML в табличной форме, ну и файл CSV – это такая упрощенная табличная форма. В первом пункте цифровых характеристик ЭБС приводится общий объем ЭБС. Для разных вузов он может немножко различаться, но вот эта вот габаритная цифра, она достаточно хорошо описывает общий объем нашей электронной библиотечной системы. Следующий пункт, второй, описывает количество учебников и учебных пособий за последние 10 лет, а для дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние 5 лет. Ну вот в данном случае вы видите эту цифру – это 10878 учебников и учебных пособий. Ну, как известно, в нашей электронной библиотечной системе представлены не только учебники и учебные пособия, но также и научные монографии. В данном случае их 5814. В качестве дополнительной информации есть информация о художественной литературе. Ну, в данном случае более 7000. Далее идет информация о количестве издательств. Причем не просто всех издательств, а издательств, выпускающих издания, используемые в образовательном процессе и высших учебных заведениях Российской Федерации. В настоящий момент 388 таких издательств. Ну и следующие два пункта посвящены периодике. Количество наименований журналов – всего более 700. И из них количество ваковских журналов – около 200. Следующий пункт, который является цифровым, он является еще и раскрываемым, то есть многоуровневым. Это информация об изданиях по УГСН, то есть укрепленным группам специальностей и направлений подготовки. Всего таких изданий, распределенных по УГСН, в момент записи данного ролика – 8871. И мы можем открыть эту строку и посмотреть ее более точное содержание. Нажимаем на ссылку «Открыть» и внизу появляется распределение по всем 55 УГСНам. Ну вот мы видим название этих УГСН, их номера. Ну вот, например, возьмем «Химические технологии» 18.0.0.0.0. И можем посмотреть содержание путем скачивания соответствующего Excel файла. Давайте скачаем этот файл. Это произойдет достаточно быстро. Откроем его в Excel. Посмотрим, что в этом файле. В этом файле мы видим следующие характеристики. Это идентификационный номер, ID книжки внутри нашей ЭБС, информация об авторе, названии, количестве страниц, годе издания, месте издания, издательстве, жанры. И о тех дисциплинах, с которыми может быть ассоциирован данный учебник или учебное пособие. Практически, кроме последних двух столбцов и первого столбца, который является ID, это составляющие библиографического описания. Ну, здесь они приведены в более удобном виде и с дополнительной информацией. На этом заканчиваются цифровые характеристики ЭБС и начинается просто перечисление тех технических характеристик ЭБС, которым она соответствует, как правило, в соответствии с каким-нибудь нормативным документом. Например, ФКОСом или каким-нибудь приказом или письмом Минобра. Ну, давайте перечислим те технические характеристики, которые соблюдаются нашей системой. Во-первых, это возможность доступа, первый пункт, из сети интернет, с любого места, вне зависимости от территории, времени, продолжительности доступа, точки доступа и так далее. Далее, это два. Возможность одновременного доступа не менее 25% обучающихся к содержанию электронной библиотечной системы. Я думаю, что и более 25% на самом деле, но 25% нормируется в нормативных документах. Далее, у нас существует возможность полнотекстового поиска по содержимому нашей электронной библиотеки. Вы можете посмотреть соответствующий учебный ролик, в котором показано, как пользоваться поиском, включая и возможность полноценного полнотекстового поиска. Далее, ну, тут уже скорее это мы сами поставили себе такие рамки. Это возможность формирования статистического отчета согласно международным стандартам Counter. Чем хорош стандарт Counter, вы можете узнать в соответствующем учебном ролике. Речь идет о том, что разные электронные библиотеки и электронные библиотечные системы используют разную статистику. И эту статистику иной раз очень трудно сравнить между разными библиотечными системами. Потому что принимаются разные характеристики за основу. Ну вот, а стандарт Counter, он позволяет свести все параметры к таким стандартам, которые позволят сравнивать разные системы между собой. Следующий момент, это представление изданий с сохранением редакционно-издательских параметров печатной версии, оригинальной верстки. В некоторых случаях это очень важно, когда речь идет не просто о тексте, а о сложной верстке с таблицами, графиками, формулами и так далее. В этом случае сохранение печатной версии очень важно, особенно при обучении. Следующий, шестой пункт, это возможность предоставления доступа к учебным планам и рабочим программам. Здесь я предлагаю вам обратиться к учебным роликам, которые описывают книгообеспеченность. Следующий пункт, возможность формирования электронного портфолио обучающихся. Необходимость этого описана в пункте 7.1 ФГОСа по программам бакалавриата и магистратуры. Ну и, наконец, восьмой пункт, это предоставление образовательных ресурсов в формах, адаптированных к обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. Прежде всего, идет речь, конечно, о людях со слабым зрением. И, в частности, в нашей электронной библиотечной системе для этих людей есть, во-первых, возможность чтения текста при помощи специальных автоматических программ. И второе, что есть в нашей электронной библиотечной системе, большое количество мультимедийных изданий, в частности, аудиоучебников, которые можно использовать людям с плохим зрением или вообще слепым. Итак, в этом ролике мы познакомились с функционалом электронной библиотечной системы, который называется «Показатели ЭБС». На этом мы завершаем данный ролик. Спасибо вам за внимание. Встретимся в новых учебных роликах. Коллеги, продолжим нашу презентацию. Следующая наша тема. Да, я совсем забыл вам в самом начале прорекламировать наш следующий вебинар, который состоится завтра. Вебинар будет вести Юрий Николаевич Белоножкин. Это вебинар в цикле электронное обучение. И будет он называться «Логистика курса. Карта, этапы и маршруты». Если кому-нибудь из вас или кому-нибудь в вашем ВУЗе интересно, то, пожалуйста, записывайтесь на этот вебинар. Юрий Николаевич всегда ведет очень интересные вебинары. И он хороший специалист, эксперт в области электронного обучения. Теперь по поводу книгообеспеченности. Я очень кратко скажу, потому что у нас через неделю состоится специальный вебинар на эту тему. У нас действует вот такая вот интеллектуальная система книгообеспеченности, которая с одной стороны подсказывает вам, двумя путями подсказывает вам, как вам заполнить вашу книгообеспеченность. И обеспечить наилучшее покрытие ваших специальностей теми книжками, которые есть в нашей электронной библиотечной системе. Но тут есть два пути. Во-первых, первая подсказка дается со стороны наших библиографов, которые по каждому направлению подготовки, у них есть некоторые рекомендации по заполнению книгообеспеченности. А второй, это вот такой уже современный способ, рекомендательный, это когда мы используем рекомендации других вузов, чтобы предоставить вам информацию о том, как другие вузы, причем, как правило, речь идет о вузах наиболее рейтинговых, как эти вузы обошлись со своей книгообеспеченностью и какие книжки они внесли в книгообеспеченность по тем же направлениям подготовки, которые есть и у вас. Вот, ну вот, примерно так это выглядит, когда вот зелененьким полем подсвечена книжка и вот здесь вот циферка, которая говорит, сколько вузов рекомендовала эту книжку для данного направления подготовки. Как я уже говорил, да, в настоящий момент мы... Мы принимаем во внимание 50 самых рейтинговых вузов, то есть сведения о 50 рекомендательных организациях вот здесь вот могут у вас отобразиться. Что касается более подробного освещения этой темы, сейчас я вам дам ссылочку на регистрацию, на вебинар, который состоится 28 числа. Вести этот вебинар тоже буду я 28 сентября в 12 часов, как сегодня, и по этой теме вы тогда сможете подробнее узнать, что и как. Следующий пункт меню – это русмарк, связь с Абис. Что такое русмарк? Это такие файлы, в которых, ну, собственно, это формат, да, в которых описывается библиографическое описание издания. Вот, соответственно, у нас ЭБС может производить файлы русмарк в разных вариантах, которые вот я сейчас вам покажу. Ну, для того, чтобы описать русмарк, вы можете описать в виде файла русмарк что-либо, вы можете выбрать либо вкладочку разделы, либо вкладочку коллекции. В соответствии от того, хотите ли вы какой-то раздел рубрикатора описать, либо какую-то коллекцию, какую-то издательскую коллекцию описать. Есть несколько вариантов формата. Формат может быть либо ISO-шный, то есть это такой внутренний формат, внутренний бинарный формат. Он лучше всего подходит как раз для организации связи с системами, системами Абис. Есть вариант, да, ну, вариант вот ISO-шный, он бывает в кодировке Windows, либо в кодировке Unicode. Это в зависимости от того, какая вам больше подойдет. Есть вариант текстовый. Этот вариант лучше всего подходит для контроля, визуального контроля того, что получается. Ну и есть вариант XML-ный. Этот формат больше всего любят программисты. Если предусмотрена какая-то ручной, ну, ручной в смысле, вы сами хотите сделать связывающий модуль, и ваши программисты на вход должны получить какую-то информацию, то XML-это вот наилучший вариант для таких вот вещей. Можно получить информацию о всех выбранных изданиях в одном файле, то есть это получится один длинный файл, в котором все описания. Либо можно получить информацию в виде один файл, одно издание, одна запись. Ну, вот этот вариант, он иногда нужен как раз для осуществления связи с ABIS, вот именно в таком виде. Ну, а если вы вручную контролируете это все, то лучше, конечно, выбрать вариант все записи одним файлом. Ну, и по вот этой вот кнопочке происходит загрузка. Кроме того, опять же, вы можете загрузить не только текущее состояние системы, но и некоторые разностные состояния, вот так же, как мы это делали с контролем состояния библиотеки. Так, да, вот здесь вот, ну, здесь просто нарисовано, как примерно выглядит вот в XML-формате описание Rusmark. А вот здесь вот показано, как получить разностное состояние системы. Что такое разностное состояние? Это вот изменение, изменение комплектации библиотеки именно в виде файла Rusmark. Вы можете попросить, да, вот вы точно так же здесь выбираете два сохраненных состояния, первое и второе. Одно сравниваете с другим. И можете попросить либо добавленные книжечки, то есть то новое, что появилось, либо те книжки, которые ушли из ЭБС. Ну, вот этот вот пункт мы с вами пропустим. Это такой больше для конференций по поводу интеграции. Ну, и давайте следующий пункт рассмотрим. Это отказы или недоступный контент, как они у нас называются в меню. Этот пункт, он показывает вам, каким книжкам ЭБС, которые у нас в ЭБС есть, но нет вашей подписки, пытались обратиться ваши пользователи. Вот, например, поиском была найдена вот такая-то книжка, но реально у вас подписки на эту книжку не было, например, потому что эта издательская коллекция у вас не приобретена. Вот, вот вся эта информация, она агрегируется в виде вот таких вот записей. Здесь вот есть информация о том, сколько было обращений к этой книжке. Вот, например, вот к этой книжке было много обращений, значит, может быть, имеет смысл ее в последующем приобрести. Ну, и здесь тоже можно выбирать различные периоды времени. То есть не обязательно это делать за весь период пользования библиотекой, но можно выбрать начальный период, и начало периода, и конец периода. В данном случае не обязательно выбирать сохраненные состояния системы, а можно набирать любые даты и сравнивать любую дату с любой другой датой. Вот как сделано вот здесь вот. Вот, да, одну дату выбрали и другую дату. Вот, и получили вот такую вот информацию о вашем контенте, о том, что пользуется спросом. Достаточно большой пункт – это статистика контента. Статистика, как я говорил в самом начале, она располагается не во вкладке «Мой вуз», а для нее существует специальная вкладка «Статистика». Вот. Ну, и статистика есть разных типов. Первая статистика – это, собственно, статистика контента. Она связана с тем, какие книжки как смотрятся, кем и вплоть до того, что какие страницы. Ну, здесь тоже можно выбрать начало периода рассмотрения и конец периода рассмотрения. Кроме того, если вы хотите получить не общую информацию, а информацию по конкретному пользователю, вы можете вот в это поле ввести идентификатор пользователя, то есть то число, которое идентифицирует его. Вот в том пункте, который посвящен управлению контингентом, я рассказывал, что каждый пользователь, он имеет свой в базе свой ID. Вот это ID надо оттуда взять и вставить вот сюда, если вы хотите посмотреть конкретного пользователя. Если же вы здесь ничего не пишете, то у вас появляется вот такая вот табличка по всем названиям книг, которые были запрошены. И возле каждой строчки есть вот такая вот иконочка, нажимая на которую, появляется информация подробная о том, кто именно эту книжку читал и какие страницы были запрошены. Разумеется, эту информацию можно получить вот как прямо на экране, так и выгрузить в виде файла Excel. Excel-овский файл выглядит вот так. У него есть две вкладочки. Простая вкладочка, то есть упрощенная и более подробная. Ну, упрощенная выглядит вот так. Здесь проранжированы книжки от самой популярной до в сторону менее популярных. А в расширенном есть еще информация и об айде пользователей, которые запрашивали эту книжку. А, ну да, вот я вот как раз... Вот так вот выглядит развернутая форма, в которой можно посмотреть, кто запрашивал книжки и какие именно страницы были запрошены. Кроме статистики по контенту, есть статистика по контингенту. То есть по тому, какие именно роли и внутри ролей, какие именно их носители, то есть какие пользователи запрашивали литературу, сколько раз они авторизовались. Ну, то есть активность ваших пользователей можно посмотреть. Здесь тоже можно выбрать период, за который вы хотите это посмотреть. Тут есть еще такая графа диапазон группировки. То есть здесь можно выбрать либо месяц, либо неделю. То есть вот как вы видите, здесь вот у нас выбран месяц и все роли, они вот по месяцам вот здесь даны. То есть какие посещения были в октябре и какие в ноябре. Вот. Ну и нажав на вот эту вот кнопочку рядом со строкой, можно посмотреть конкретно по каждому месяцу, какие пользователи заходили в систему от данной роли. В данном случае мы смотрим преподаватели и за октябрь месяц. А, прошу прощения, за октябрь и ноябрь месяц. Ну и то же самое можно получить тоже, скачав соответствующий файл Excel. Кроме того, можно посмотреть рейтинг изданий, рейтинг издательств, прошу прощения, в котором будет показано, книжки каких издательств пользуются наибольшей популярностью, вот конкретно в вашем ВУЗе. Ну и, соответственно, какие издательства надо обратить наибольшее внимание при определении конфигурации ЭБС. Ну и этот рейтинг тоже можно выгрузить в Excel. Ну и последняя вкладочка – это каунтер. Это отчет по международному стандарту. Я уже в одном из роликов говорил об этом. Это отчет, он сразу выгружается в Excel, экранной формы нету. Там 9 видов отчетов по стандарту каунтер. Стандарт каунтер, еще раз хочу повторить, это стандарт, который позволяет, он вводит единый способ статистики для электронных библиотек. И если надо сравнить несколько библиотек по стандарту каунтер, это сделать гораздо проще, чем по внутренней статистике каждой из этих библиотек. Ну и последний пункт. Здесь мы тоже заменим нашу презентацию на коротенький ролик. Это поисковые выборки. Я очень люблю этот пункт, потому что он позволяет при помощи поиска найти наилучшие книжки, которые устраивают библиотекаря, преподавателя, студента. Этот пункт, в отличие от предыдущих, он доступен во всех ролях. И им можно пользоваться для составления неких списков литературы по теме. Давайте мы сейчас этот ролик с вами посмотрим. Продолжение следует... Добрый день. Меня зовут Павел Калиников, а мы продолжаем знакомиться с функционалом и интерфейсом университетской библиотеки онлайн. Тема нашего сегодняшнего видеоролика «Поисковые выборки». Функционал поисковых выборок доступен всем ролям университетской библиотеки онлайн. И студентам, и преподавателям, и библиотекарям. Это один из ведущих функционалов, и мы сейчас его рассмотрим. В настоящий момент мы находимся на главной странице университетской библиотеки онлайн. И чтобы попасть в раздел поисковых выборок, выберем кнопку «Мой вуз». На появившейся страничке выберем вкладку «Мои события». И на этой вкладке выберем под вкладку «Поисковые выборки». В настоящий момент среди поисковых выборок у нас присутствуют четыре выборки. Вот они. Эти поисковые выборки были сформированы ранее в процессе поиска. А теперь я покажу, как сформировать новую поисковую выборку и поместить ее в этот раздел. На этой вкладке браузера у меня открыт расширенный поиск университетской библиотеки онлайн. Давайте что-нибудь поищем. Прежде всего я выбираю слово или словосочетание поиска. Я знаю, что я хочу найти, поэтому я выбираю слово «Скорбь». Позже вы увидите, какие книжки я пытаюсь найти. Я могу выбрать любые фильтры в расширенном поиске. В настоящий момент я выбираю фильтры по году издания. Это будет период начала 20 века. А теперь произведем поиск. Мы получили какую-то поисковую выдачу, давайте проанализируем ее. В поисковой выдаче мы находим те книжки, которые я искал. Это несколько книжек серии «Книга русской скорби». Отметим их. Как мы видим, в момент отмечания самой первой книжки появилась кнопочка «Сохранить выборку». Вот она. Это плавающая кнопочка, которая будет сопровождать нас по мере листания списка выдачи вниз. Давайте отметим еще книжки. Мы выбрали все книжки, которые нам необходимы. И теперь мы можем нажать на кнопочку «Сохранить выборку». При сохранении выборки есть несколько вариантов. Мы можем дать имя новой выборки или выбрать из тех выборок, которые существуют. В данном случае мне хочется дать выборке новое название. Я набираю его. После подтверждения поисковая выборка добавлена. Теперь переместимся в личный кабинет, чтобы убедиться, что выборка добавлена. Чтобы выборка появилась в личном кабинете, необходимо перегрузить страничку. Теперь мы видим, что в поисковых выборках появилась выборка под названием «Книга русской скорби». Нажимаем на нее. Появляется список из шести книг. Любую из этих книжек мы можем открыть и почитать. При необходимости мы можем отредактировать название, удалить его или скачать список в виде Excel-файла. Давайте я удалю выборку, чтобы привести систему в то состояние, в котором она находилась до записи ролика. Вот и все, что вам надо знать о поисковых выборках. Это простой и удобный механизм для сохранения сведений об интересующих вас книжках в ваш личный кабинет. Спасибо за внимание. Встретимся в новых роликах. Ну что ж, коллеги, мы исчерпали основной список функционала. Конечно, есть еще всякие мелкие нюансы, но в основном мы сегодня весь функционал рассмотрели. Какие будут вопросы, я прошу задавать, чтобы поисковые выборы администратора были доступны и педагогам. Вы знаете, у меня вот тоже такая идея давно уже была. Мы как-то ее все давно хотим реализовать, но почему-то как-то до этого руки не доходят. На самом деле, да, важное замечание. Я думаю, что мы в этом направлении будем работать. Вообще-то была идея даже более общая о том, чтобы преподаватели могли бы расшаривать свои поисковые выборки на более широкую аудиторию, ну, например, на своих студентов, ну, по крайней мере, например, по вашему разрешению, то есть по вашему акцепту. Вот. Ну, то есть вообще поисковые выборки от высокоранговых людей, которые разбираются в том, что надо читать, это правильный набор книжек, и его, конечно, желательно, чтобы студенты тоже видели. Будем в этом направлении работать? Да, я надеюсь, что сделаем. Да. Ну, что ж, коллеги, я еще некоторое время подожду ваших вопросов. Спасибо, что вы сегодня пришли на мой вебинар. Если вы подпишетесь на наш учебный канал, давайте я еще раз приведу его ссылочку, то всегда сможете иметь записи вебинаров, которые вы посетили и которые вы не посетили тоже, на нашем учебном видеоканале. Мы стараемся все наши вебинары записывать и потом их записи выкладывать. Да, ну и кроме того, вот на этом же учебном видеоканале периодически появляются и обновляются учебные ролики по отдельным вопросам. Они коротенькие, как правило, это от 4 до 10 минут, долго, много времени не занимают. Вот. И путем просмотра этих видеороликов можно понять, как что работает в нашей системе. Коллеги, еще раз спасибо. Посещайте наши вебинары. Следующий вебинар, я ссылочку на него дал. И мой следующий вебинар состоится через неделю. Тоже ссылка на регистрацию у вас есть. Можно ее из чата забрать. Спасибо за внимание. Я еще минут 5 остаюсь в чате, а из эфира ухожу. Всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok